В Евангелии от Луки как сказано? Если твой брат согрешил против тебя, выговори ему. Если он покается, прости. Есть такое там слово маленькое, если. А мы, когда прощеного сказать, говорим друг другу эти слова каким-то компанейщиной какой-то. Мы даже не понимаем человека, может, этого не знаем. Он нам ничего никогда не делал. А мы все равно прощения друг у друга просим. Получается какой-то цирк. А покаяния-то никакого нет. Спасибо большое за вопрос. Действительно, очень часто в большом храме, где друг друга прихожане не знают, получается как бы странная картина. Но, во-первых, надо сказать о том, что, конечно, главное – это наш внутренний настрой. То, как мы хотим испросить прощения. Хотим ли мы испросить прощения. Нам должно быть важно, как другие люди думают об этом, искренне ли они просят прощения или нет. Потому что мы за них не будем отвечать на страшном суде. Мы будем отвечать за наши дела и поступки. И мы спрашиваем у друг друга прощения не только потому, что мы знаем друг друга. Хотя, конечно, нужно спрашивать прощения не только в храме, но и у тех людей, которые окружают нас. Позвонить нашим близким и родным, если мы не можем их в этот день увидеть. Если мы не можем позвонить, написать им всякие разные, сейчас есть средства связи в виде электронной почты, смс и других способов. И спросить у них этого прощения. Часто нам кажется, что мы вроде бы и ничего этим людям не должны. Ну, казалось бы, есть у меня на работе какой-то знакомый, который тоже верующий. Вроде бы мы с ним ни в чем не ругались, не ссорились. За что же я у него буду просить прощения? Но на самом деле очень важно понимать, что мы не только просим прощения за то, что мы сделали, но ведь и за то, что мы не сделали. За то, что мы не оказали той евангельской любви, которую могли оказать этому человеку. То есть совершенно необязательно даже у человека в храме знать, чтобы у него просить прощения. Ведь мы ходим с ним в один храм, но как-то, может быть, и когда-то не оказали ему внимания. Поэтому всегда есть о чем спросить у другого прощения. Мы ходим с тобой в один храм, но мы даже друг друга не знаем. Это уже за это можно просить прощения. То есть я не вижу в этом вообще какой-то проблемы. Я вижу проблема в том, что мы не хотим искренне простить. Вот это проблема, но это проблема каждого из нас, проблема нашей духовной жизни, нашей, может быть, страстей. Вот это гораздо более серьезная проблема, чем то, что люди, к сожалению, не знают друг друга в храме. Это уже беда нашей приходской жизни, что мы друг друга не знаем. Раньше все друг друга знали, и, собственно, было за что просить прощения. Ну и, в принципе, сейчас в хороших, сильных приходах всегда почти друг друга все знают. И поэтому множество поводов искренне, со слезами, низким поклоном и спросить у друга прощения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!